Привет-привет, дорогие друзья! Вы попали на канал OK English Elementary. С вами Елена Викторовна. В этом уроке мы проходим 20 примеров, которые касаются использования слов for, since и ago. Я думаю, что если вы уже изучили past simple, изучили present perfect, то вы знаете, что эти слова очень часто употребляются в данных временах. Слова for и since характерны для present perfect, а также present perfect continuous. Об этих временах мы с вами говорили в предыдущих уроках. О past simple мы говорили чуть ранее, до present perfect, но думаю, что вы также помните этот материал. В теорию мы вдаваться не будем, разбираем только примеры. Итак, небольшой план урока, что мы сегодня делаем. Разбираем сначала 5 примеров since, потом 5 примеров for, потом использование слов since и for, non-continuous verbs, то есть глаголами, которые в continuous никогда не используются, используются только в форме simple. И также мы разберем в этом блоке глаголы исключения. И далее мы с вами посмотрим еще 5 примеров, теперь уже со словом ago. Напоминаю в двух словах. Слово for обозначает период, в течение которого от его начальной точки до точки now происходило действие или происходит. И мы говорим с вами о настоящем, о present, поэтому привязываемся к настоящему. Слово since показывает стартовую точку, от которой начало происходить действие, которое опять же имеет место сейчас. То есть действие все еще может продолжаться. Мы с вами помним, что как правило, все-таки для указания вот таких вот длинных периодов, для того, чтобы подчеркнуть, как долго происходит действие, мы используем особое время. Present perfect continuous, который выглядит так. We've been waiting here for 20 minutes. Have been waiting, это present perfect continuous. Have been, его неотъемлемая часть. Have может меняться на has. Waiting, это тот процесс, который мы хотим показать, используется всегда с окончанием in. We have been waiting, мы уже ждем. В течение какого времени? Мы знаем ответ на этот вопрос. После предлога for мы указываем весь период, то есть в течение которого мы ждем 20 minutes, 20 минут. То есть 20 минут назад мы начали ждать, и мы до сих пор находимся в процессе ожидания. Нам это надоело, автобус, бас все еще не приходит. Итак, если тут все ясно и понятно, то давайте все-таки наконец-то перейдем к практике. They have been talking for the last hour. They have been talking for the last hour. Они разговаривают весь последний час. Have been talking, разговаривают. Я думаю, что вы обратили внимание, что очень удобно present perfect continuous переводить настоящим, потому что, как правило, все-таки действие до сих пор происходит. И действительно, люди начали говорить час назад. They have been talking. Они продолжали делать это вплоть до текущего момента. И мы говорим об этом, указываем этот период через слово for. For the last hour. В течение последнего часа. Очень часто for может выпадать при переводе. Можно сказать, они разговаривают целый час или последний час. Можно сказать, они разговаривают в течение последнего часа. Обратите внимание, last вас не должно здесь сбивать. Last hour – это вся связочка, которая переводится как последний час. Здесь last не показывает, что это именно past simple. Не обманитесь в этом моменте, друзья мои. Итак, следующий пример. She has been working at that company for three years. Она работает в этой компании уже три года. То есть, три года назад, когда-то там, она начала в ней работать. She started to work there. Она в течение всего этого периода работала, работала, три года работала. Вот сейчас точка, когда три года прошло. И она все еще работает в этой компании. Чтобы захватить весь этот период, мы скажем She has been working. И дальше укажем период for three years. Если бы периода не было, если бы не указано было for three years, то не было бы необходимости использовать такую большую громоздкую форму, как present perfect continuous has been working. Обращаю внимание, что так как она совершает действие She, мы используем уже has, а не have. Пример номер три. What have you been doing for the last 30 minutes? Что ты делаешь в течение последних 30 минут? Это вопрос. Друзья мои, вопрос начинается с вопросительного слова what. Также здесь будет использоваться вопросительный порядок слов. Это значит, что have переедет на место перед автором действия. Не what you have been doing, а what have you been doing? Видим, что been doing, они как бы остаются вместе, они не разъединяются, а have как более подвижный элемент, как вспомогательный глагол, будет меняться местами с автором действия. What have you been doing? И указываем период for the last 30 minutes в течение последних 30 минут. После for указываем период последние 30 минут, the last 30 minutes. То есть 30 минут назад ты что-то там начал делать, да? Я не знаю, что это, я хочу узнать, что ты делаешь. Такое интересное, что ты начал 30 минут назад и все еще это делаешь. What have you been doing? For the last 30 minutes, I hope you have been studying English. Дальше пример номер 4. We have been waiting here for over 2 hours. We have been waiting here for over 2 hours. Мы ждем здесь уже более двух часов. То есть we have been waiting показывает, что мы начали это делать и до сих пор находимся в этом процессе и известно, как долго мы это делаем. For 2 hours или более конкретно for over 2 hours. В течение более двух часов. We have been waiting here for over 2 hours. Мы ждем здесь уже более двух часов. И пример номер 5. Why has Nancy not been taking her medicine for the last 3 days? Почему Nancy не принимает ее лекарства в течение последних трех дней? Опять же вопрос специальный. Есть вопросительное слово why. После этого вспомогательный глагол has. Has, потому что автор действия Nancy. She. She has. Has she. Why has Nancy. И далее у нас идет продолжение. Present perfect continuous. Not been taking. Глагол take. Been неотъемлемая часть. И частица not. Смотрите. Мы могли ее поставить возле has. И сказать. Why hasn't Nancy been taking her medicine? Можем сделать и так, как в данном примере. Not оставить после Nancy. Только has перенести в вопросительную. В первую часть предложения. Why has Nancy not been taking her medicine for the last 3 days? В течение последних трех дней. Выражение take medicine – это принимать медикаменты, принимать лекарства. Указан период. После слова for оно нам сигнализирует, что действие началось 3 days ago, 3 дня назад. И действие до сих пор продолжается. For the last 3 days. Надеюсь, этот момент понятен. Друзья, мы давайте еще разочек прочитаем эти примеры, сделаем это более медленно и двинемся к следующему слайду. They have been talking for the last hour. She has been working at that company for 3 years. What have you been doing for the last 30 minutes? We have been waiting here for over 2 hours. Why has Nancy not been taking her medicine for the last 3 days? Yep, двигаемся далее. На этом слайде, друзья мои, собраны примеры с present perfect continuous, то есть вот этой вот большой длинной формой, где будет использоваться слово since. Оно будет показывать отправную точку, когда действие началось. И подразумевается это понятно по контексту, понятно всем носителям, что действие до сих пор продолжается. Началось тот момент и продолжается now, сейчас. James has been teaching at the university since June. James преподает в университете с июня. То есть он начал, устроился туда на работу, да, его взяли в июне. Он начал там работать, начал там преподавать. Teach at university – это работать преподавателем в университете. И он делает это до сих пор, то есть его не уволили. Мы скажем об этом, во-первых, с помощью большой формы present perfect continuous has been teaching. И далее укажем во второй половине предложения, период, в данном случае это точка, с которой началось данное действие и понятно, что оно происходит до сих пор. Since June. James has been teaching at the university since June. Пример номер 7. Mary has been feeling depressed since her father got ill. Mary чувствует себя очень расстроенной с тех пор, как заболел ее отец. Мы видим глагол feel – чувствовать. Мы помним, что это особый глагол. С ним можно использовать и continuous, и simple. То есть тут зависит все исключительно от вас. Я взяла пример, где он используется в форме continuous, present perfect continuous в данном случае. Has been feeling. Выражение feel depressed – это чувствовать себя расстроенным, быть в депрессии, чувствовать подавленность. Все это feel depressed. Mary has been feeling depressed. Mary чувствует подавленность. И знаем, с какого периода у нее началось это состояние. Since. И далее мы в виде отдельного предложения говорим об этом. Since her father got ill. С тех пор, как ее отец заболел. Обращаю внимание, что если мы указываем момент в виде придаточного предложения, как здесь, где есть автор действия, его действия, то действие будет сказано в форме past simple. Since her father got ill. Заболел. Got ill. Это как бы зафиксированное действие, как факт. Поэтому здесь уже не нужны никакие другие времена, кроме simple. И так как действие все-таки началось когда-то ранее, то есть отец ее заболел когда-то там, мы говорим об этом с помощью past simple. Since her father got ill. Get ill – заболеть. Пример номер 8. Lisa has been practicing her English since she came to the US. Лиза тренируется в английском языке или практикует английский язык с тех пор, как она приехала в Соединенные Штаты. Мы видим, что автор действия Лиза, мы видим, что она что-то делает. Она практикуется в английском. She has been practicing her English. Has been practicing – практикуется в этом, тренируется в этом. И мы знаем, когда это произошло. С какой точки? Since she came to the US. С тех пор, как она приехала в Штаты. Снова видим, что здесь у нас после since указана не какая-то дата, здесь у нас указано действие, с которого началось второе действие. Has been practicing. Еще раз прочитаем этот длинный пример. Лиза has been practicing her English since she came to the US. Пример номер 9. Я пытаюсь получить эту работу с тех пор, как я о ней узнал. То есть, вы когда-то там узнали, что есть вакансия. You knew about it. About the job. Вы узнали об этой работе. И вы пытаетесь с тех пор получить ее. You've been trying to get it. I've been trying. I have been trying. Я пытаюсь это сделать. С тех пор, как since I knew about it. С тех пор, как я узнал об этом. Снова видим, что new – глагол, сказуемый в этом предаточном предложении, стоит в форме past. New came, got. Видите, система работает, схема одна и та же. Видим, что to get в данном случае – это инфинитив. Он не передает на себе никакого времени. Он просто сообщает о дополнительном действии. Try to get – пытаться получить. I've been trying to get – я пытаюсь получить. Даже в русском языке получить звучит, видите, как без времени, да, просто действие. Я пытаюсь получить эту работу. I've been trying to get this job. С какого периода? Since I knew about it. То есть, я начал тогда, и я до сих пор пытаюсь ее получить. Пример номер 10. We've been having a holiday. Since last week. We've been having a holiday since last week. У нас отпуск с прошлой недели. Или мы на отдыхе с прошлой недели. Have a holiday. Или have a vacation. Американцы скажут. Это быть в отпуске, да. Если это школьник, то он на каникулах. Ну, как правило, взрослые люди, они на отдыхе, в отпуске, да. We've been having a holiday. То есть, мы находимся в этом процессе. We've been having. Мы имеем этот отдых. С какого времени? Since last week. С прошлой недели. Опять же, слово last, так же, как на предыдущем слайде, не должно вас путать, так как оно уже относится к слову week. А since, как бы здесь главное слово, именно оно определяет тот отправной момент, с которого продолжается данное действие. Теперь давайте еще разочек прочитаем наши примеры, двинемся дальше к слайду номер 3, где мы разберем смешанные случаи since и for. James has been teaching at the university since June. Mary has been feeling depressed since her father got ill. Lisa has been practicing her English since she came to the U.S. I've been trying to get this job since I knew about it. We've been having a holiday since last week. Окей, пошли дальше. Здесь, в следующем случае, хотя у нас будет подразумеваться более длинное действие, и в этих предложениях мы будем знать, как долго мы это делаем, но все дело в особых глаголах. В английском языке вы уже знаете, что есть глаголы, которые, как правило, в continuous не употребляются, даже когда вроде бы это должно бы быть. Здесь речь пойдет о таких глаголах и глаголах-исключениях. Пример номер 11. He has been here since 9 a.m. He has been here since 9 a.m. Он здесь с 9 часов. Глагол be, глагол состояние, он не используется, как правило, в continuous. С be, конечно, все непросто, но если вы где-то были или находитесь, и говорите вы об этом с помощью глагола be, достаточно формы have been или has been. He has been. Он есть или он находится here. Здесь. С какого периода? Since 9 a.m. То есть, он в 9 часов пришел, сейчас, например, 12 часов, он все еще здесь. То есть, уже 3 часа он здесь находится, уходить не собирается. He has been here since 9 a.m. Я проживаю в Нью-Йорке с тех пор, как мне было 5, то есть с 5 лет. Видим глагол live. Глагол, особенно мы о нем уже говорили, да, почему-то по какой-то причине present perfect continuous его не любят. И намного чаще его употребляют именно в форме simple, хотя вроде бы есть основания и для continuous. Мы подробно говорили о глаголе live в предыдущем уроке, в уроке номер 18, также глагол work. Это второй глагол, который тоже очень не любит. Perfect continuous, и, как правило, стоит в простом perfect. Если вы подзабыли тот момент, перейдите в предыдущий урок, изучите его более детально. И что мы видим здесь? Мы видим, что действие live, have lived, оно до сих пор продолжается. Мы знаем, когда оно началось. Since I was 5 years old. С тех пор, как мне было 5. Since, далее предаточное предложение. Видим, что глагол стоит в форме past simple was. Since I was. Понятное дело, что человек до сих пор проживает в Нью-Йорке, действие не закончено. Тот контекст, который вы должны понимать, потому что так понимают такого рода предложения все носители языка. Пример номер 13. He has lived in New York for a long time. He has lived in New York for a long time. Он проживает в Нью-Йорке долгое время. А здесь мы уже говорим в течение какого периода он проживает. То есть, неизвестно, как бы конкретно, сколько времени, да, но мы хотим показать, что это долго, хотим показать, что человек до сих пор проживает в Нью-Йорке. Говорим об этом с помощью связки for a long time. В течение долгого времени. Или попросту долго. He has lived in New York for a long time. Он проживает в Нью-Йорке уже долго. Пример 14. I have known Anne for four years. I have known Anne for four years. Я знаю Анну уже четыре года. Я четыре года назад узнал Анну. С тех пор, естественно, я продолжаю ее знать. Нельзя так, чтобы узнать человека, а потом забыть об этом. Только, конечно, если у вас не было какой-нибудь амнезии, я не знаю. Поэтому, друзья мои, здесь у нас подразумевается, что если, коль уж вы узнали человека, то вы до сих пор его знаете. Но глагол know – это особый глагол. Это глагол состояния. И поэтому мы его не используем в форме continuous. Мы не говорим I have been knowing – это ошибка. Мы говорим I have known. И указываем период for – four years. Используем present perfect, просто потому что технически present perfect, continuous, здесь использовать нельзя. Пример номер 15. I have hated that music since I first heard it. I have hated this music since I first heard it. Я возненавидел эту музыку с тех пор, как я ее услышал впервые. То есть, мне эта музыка не понравилась. I have hated that music. То есть, она мне и тогда не понравилась, и до сих пор мои чувства не изменились. Здесь чувство hate, ненависти или неприятия этой музыки, оно у меня осталось до сих пор. И мы знаем, когда это чувство возникло. Since I first heard it. С тех пор, как я впервые услышал ее. Heard – услышал. С тех пор, я до сих пор ее ненавижу. Чтобы охватить весь этот период с точки, когда я услышала впервые и до настоящего, мы используем форму в данном случае present perfect, потому что глагол hate не используется в форме continuous. I have hated that music. Ну что ж, друзья мои, давайте еще разочек прочитаем эти примеры. Медленно повторяйте вместе со мной. He has been here since 9 a.m. I have lived in New York since I was 5 years old. He has lived in New York for a long time. I have known Anne for 4 years. I've hated that music since I first heard it. Great, let's go next. И последние примеры. Здесь будет использоваться слово ago. Вы должны запомнить, что ago – это практически всегда стопроцентный маячок того, что нужно использовать past simple. ago показывает, оно фиксирует нас на периоде, который случился когда-то, там, ранее. И слово ago как бы вот так вот отрубает нас от настоящего времени. То есть ago – это стрелка в прошлое. Поэтому мы не можем использовать present в тех случаях, когда в предложении есть ago, а в русском языке тому назад. В таких приложениях для глагола сказуемого всегда используются past. И сейчас мы посмотрим, как это выглядит. I lived in Paris two years ago. Я жила в Париже два года назад. То есть что происходит сейчас, где я живу, мы этого абсолютно не знаем. Но есть такой факт прошлого, что два года назад, two years ago, я проживала в Париже. I lived in Paris. I lived – глагол стоит во второй форме, утверждение past simple. Пример 17. He taught at university five years ago. He taught at university five years ago. Он преподавал в университете пять лет назад. То есть где он сейчас, кем он работает, мы абсолютно этого не знаем и никак не можем понять. Но если мы будем перечислять факты его биографии, где он работал, то одним из пунктов будет five years ago, пять лет назад. He taught at university. Он преподавал в университете. Обратите внимание, что, как правило, все-таки в конце будет указан блок слов со словом ago. He taught at university five years ago. Пример 18. Мы были на отдыхе две недели назад. То есть по этому предложению, кстати, оно очень похоже на одно из предыдущих предложений, понятно, что сейчас мы не на отдыхе. Действие, что у нас был отдых, отпуск, оно касается только того периода, две недели назад. А сейчас ясное дело, что действие уже не продолжается. Если бы оно продолжалось, мы бы об этом сказали с помощью present perfect. Вот как было у нас в данном примере. We've been having a holiday, present perfect continuous. Здесь понятно, что мы до сих пор на отдыхе. А по этому примеру понятно, что мы уже не на отдыхе. То есть действие касается исключительно прошлого. We had a holiday two weeks ago. Пример 19. То есть ясное дело, сейчас я ее уже получать не пытаюсь. Мы говорим лишь о действиях в прошлом. То есть месяц назад, a month ago, я делал такое действие. I tried to get this job. Я пытался получить эту работу. Чем я занимаюсь сейчас? Этого непонятно по данному предложению. И оно не преследует такую цель. Цель лишь сказать о действиях в прошлом, которое было месяц назад, a month ago. Пример номер 20. Последний пример. I didn't do anything 30 minutes ago. Я ничего не делала 30 минут назад. Лежала себе на диване, выпивала кофе. 30 минут назад. 30 minutes ago. Ясное дело, что сейчас я уже чем-то другим занимаюсь. И 30 minutes ago – это отсылка к моменту в прошлом. Слово ago как бы фиксирует нас, замыкает нас именно на той точке в прошлом, которая не имеет никакого абсолютно отношения к настоящему. Давайте, друзья, мы еще разочек прочитаем эти примеры. I lived in Paris two years ago. He taught at university five years ago. We had a holiday two weeks ago. I tried to get this job a month ago. I didn't do anything 30 minutes ago. Ну что ж, друзья мои, мы с вами разобрали вот такой объем информации. Сегодня мы еще разочек прочитаем эти предложения и сделаем это в более быстром, подвижном темпе. Повторяйте со мной, увеличивайте скорость своей речи. They have been talking for the last hour. She has been working at that company for three years. What have you been doing for the last 30 minutes? We have been waiting here for over two hours. Why has Nancy not been taking her medicine for the last three days? James has been teaching at the university since June. Mary has been feeling depressed since her father got ill. Lisa has been practicing her English since she came to the U.S. I've been trying to get this job since I knew about it. We've been having a holiday since last week. He has been here since 9 a.m. I have lived in New York since I was five years old. He has lived in New York for a long time. I have known Anne for four years. I've hated that music since I first heard it. I lived in Paris two years ago. He taught at university five years ago. We had a holiday two weeks ago. I tried to get this job a month ago. I didn't do anything thirty minutes ago. Отлично, друзья, мы переходим к вашему домашнему заданию. Вот оно. Друзья мои, это все примеры, которые мы разобрали, но здесь они на русском языке. Ваша задача номер один. Перевести эти примеры. Сделайте это письменно. Потренируйтесь сперва. После этого переходите к стадии номер два. Все эти примеры вы должны без подглядки перевести устно на английский язык. Сделайте это максимально быстро. Постарайтесь говорить бегло. Я понимаю, что сразу не получится, но если вы сделаете это задание хотя бы два-три раза, может быть пять, вы сможете выйти на довольно-таки приличную скорость. Ну и, друзья мои, последнее задание на сегодня. Примеры. Вот примеры, друзья мои, где нужно вставить либо слово for, либо слово since. Пройдитесь по этим примерам, чтобы вы вставили. В этом месте, друзья мои, поставьте видео на паузу, сделайте задание и после этого прослушайте мои комментарии на этот счет. Подсказочка for since. Вот она. Итак. I've been working at this company for five years. That restaurant has been opened since this morning. Kate has lived here since 2012. It has been raining for a long time. The TV has been on since five o'clock. I have wanted to be a doctor since I was a kid. Sam has studied at this college for only a week. The telephone has been ringing for a few minutes. Maria and Eduardo have been married for three months. My uncle has been in the hospital since last Tuesday. Отлично, друзья мои, на этом мы можем закончить наш сегодняшний урок. Надеюсь, задание у вас получилось. Не забывайте обязательно тренируйтесь, друзья мои. Чем больше вы тренируетесь, тем лучше будет результат. Занятие для вас провела Елена Викторовна. Канал OK English Elementary, который я веду полностью для новичков. Следите за обновлениями. Новые уроки будут постепенно появляться. И в следующем уроке мы наконец-то заканчиваем тему Present Perfect и Present Perfect Continuous. Остался только последний урок, где мы еще раз более детально сравним Past Simple и Present Perfect и разберем еще больше примеров на эту тему. Желаю вам успехов в изучении английского языка. До скорой встречи, друзья мои, в новых уроках. See you later. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok